Всем привет! С вами FATAR.RU, Паша Илья и к нам на обзор приехала новинка от Fujifilm XS10. Будем тестировать! Давайте не будем говорить о технических характеристиках долго, а сейчас пойдем снимать. Паш, ты же не снимал по-моему ни разу, да? На Fujifilm вообще первый раз. Тем самым интересно будет узнать вообще пашиные эмоции, первые впечатления от камеры Fujifilm, тем более нового такого формата. Ну, погнали! Давай, сейчас без ручки, без ручки. Пока-пока. Тебе же минуты прекрасно стоишь. Давай, делись эмоциями, впечатлениями. Ну, первое, что хочется сказать, конструктив, да? Несмотря на то, что эта камера кропнутая, да, то есть она небольшая по размеру, но у нее очень удобный хват. Прям, ну, прям действительно классно лежит в руке. Раньше, я насколько помню, Fujifilm были вот крутилки, да? Там выдержка, диафрагм, ISO. И раньше, они, на самом деле, сейчас тоже есть. А сейчас есть, да? Это просто новый конструктив для Fujifilm в том же XT4. Там диски управления выдержкой, диск управления ISO и компенсация экспозиции. И там, в принципе, нету вот этого, таких режимов, как здесь. Мне кажется, что это, ну, для меня, на самом деле, это привычнее, это удобнее. Ну, единственное, для меня такой странный момент, касающийся меню, вот в этой быстром, быстрой кнопке. А, если можно настроить, то супер. Просто я сейчас не нашел здесь баланс белого, для этого мне пришлось заходить в общее меню. С чем я еще столкнулся? Ну, все мы привыкли к тому, что у кнопки спуска есть двойное нажатие. И вот здесь оно, как бы, ну, не двойное, оно туда, оно тут тройное, мне кажется, даже. Потому что слегка прижимаем кнопку, складывается ощущение, что это и есть половина нажатия спуска, но нет. Нужно додавить чуть сильнее, чувствуем уже, да, что нажали, и вот потом дожимаем, происходит снимок. В этом есть тоже некоторые особенности. Но, какой еще есть вот плюс, который я заметил? Вот это вот половина нажатия кнопки, из-за того, что оно не настолько чувствительное, камера у вас уходит в спящий режим, но не отличается дисплей, уменьшается, насколько я вижу, количество кадров в секунду. И это экономит батарейку, это классно. Это экономия энергии, да, тут включается меньшая частота, и действительно за счет... Да, и экран становится темным, ну, как бы, он не полностью черный, да, просто гаснет яркость. Ну, это удобно. Ни в одной другой камере я такого, честно говоря, не встречал. Вот что мне понравилось, да, что здесь есть четыре настраиваемых режима, что достаточно редко вообще встречается в камерах бюджетного уровня. Ну, началь, да, среднего уровня. Вот эти четыре режима, которые настраиваемые, здесь еще интересный вот этот режим авто, он автоматически выбирает, какой под конкретно сценарий съемки сейчас выбрать пленку. О, класс! То есть он сам подбирает это. Пленки мы тоже протестируем, здесь, кстати, интересно, появилась отдельная колесика, она отвечает за переключение только пленок. Я, кстати, еще не попробовал, сейчас сделаем. Ну, что в целом хочется сказать о камере. Это 26 мегапикселей, сенсор здесь такой же, как у флагманской XT4. Здесь появился стабилизатор матричный, что для Fujifilm тоже редкость, по сути, это третья камера, которая обладает матричным стабилизатором. Да, поворотный экран, довольно качественный видоискатель, хотя, если честно, мне его конструктив не очень нравится и то, как расположены кнопки. А вот мне он показался, ну, маловатым, конечно. Ну, я просто избалован полнокатровыми камерами. Мне не нравится расположение регулировки диоптрии, она довольно легко крутится. Мне безумно нравится этот хват, хоть это и малышка, на самом деле, это очень маленькая камера, вместе с этими объективчиками все это очень компактно, но, тем не менее, работать с камерой удобно. Причем, я когда тестировал XT4, мне было, ну, так скажем, неудобно с этой камерой работать. Здесь все абсолютно наоборот. SD-карта здесь, запись идет на SD-карту, но UHS-1. В принципе, для возможности этой камеры такого форма интерфейса вполне достаточно этих скоростей, потому что здесь серийка у нас 8 кадров в секунду с механическим затвором и видео 4К, то есть, ну, здесь не нужен высокоскоростной интерфейс. Точно такой же автофокус, как у XT4, отслеживание лиц, определение глаз. То есть, все работает классно, да. Что у нас сегодня будет интересное? Мы эту камеру сегодня будем еще тестировать в студии, и у нас есть автофокусный переходник для линз Canon. Предлагаю сейчас посмотреть главную фишку камер Fujifilm пленки. Где-нибудь в городе сейчас пойдем, найдем интересный сюжетик, и вот его снимем на разных пленках, посмотрим вообще, как все это выглядит, и покажем вам. Ну что, сейчас мы установим камеру на штатив, и одну и ту же сцену снимем с разными пленочными вариациями. Мы специально выбрали сцену, ну, конечно же, не самую, наверное, красивую и интересную, но в чем плюс этого теста? Смотрите, у нас есть такие темные прям участки, да, это как здание и плитка под ногами, и яркие участки снега. И интересно, как свет будет накладываться на эти участки. Я думаю, что в такой сцене будет максимально хорошо видны вот эти все пленочные пресеты. В момент переключения пленок, да, режимов отображения картинки, вы можете нажать на кнопочку Q и почитать вообще об этой пленке, зачем она нужна. На самом деле, информативно и интересно. В черно-белых режимах вы можете отдельно выбрать еще фильтр, зеленый, красный или желтый, либо стандартный оставить для того, чтобы, ну, проработать с контрастом. Итак, сейчас мы будем тестировать динамический диапазон, на что способна эта камера. Ну, конечно же, мы это будем исследовать в условиях RAW формата. Картинка у меня сейчас дальний план, и у меня будет специально недоэкспонирован достаточно сильно. Я думаю, что это примерно полторы ступени. Модель мы сейчас будем освещать дополнительно импульсным светом. Это Profoto B10+. Синхронизатор у нас сейчас стандартный, который подходит абсолютно ко всем камерам. И, как вы видите, прибор находится достаточно высоко. Регулировать его мощность туда-сюда достаточно сложно. Поэтому для работы с мощностью будем использовать приложение Profoto, в котором крутим мощность туда-сюда, и все работает удобно и круто. Снимать мы сейчас будем на объектив 1855. Это китовый объектив. Он имеет диафрагмы 2.8 и 4. Поскольку диафрагма прыгает туда-сюда в зависимости от фокусного расстояния, я сразу выставил диафрагму 4, чтобы зум не влиял у меня на экспозицию картинки. Почему я решил работать с зум-объективом? Чтобы у меня был больше запас по кадрам. Чтобы я мог снимать и широкие планы, и на 55 мм. Это уже такие более портретные расстояния в эквиваленте кроп-камер. Поэтому, в принципе, удобно. Несмотря на то, что фон у меня достаточно сильно недоэкспонирован, все равно видны плавные переходы цвета. То есть, в принципе, картинка выглядит достаточно интересно. Для кроп-камеры меня, честно говоря, удивляет такой результат. Важно отметить, что вот этот результат классный, который уже получился, действительно он мне нравится. Мы его получили без всяких искусственных расширений динамического диапазона, которых в этой камере, ну, в общем-то, есть. Камеры Fujifilm обладают системой искусственного усиления динамического диапазона. Надо сказать, он в определенных случаях работает довольно неплохо. Здесь есть четыре режима работы. 100%, то есть без усиления, 200%, 400% и автоматический режим. Каждый форсированный режим, то есть 200 и 400%, работает, начиная с определенного значения ISO. Это 320 и 640. Тестировать динамический диапазон мы будем вот на такой мишени Data Color. Смотрим. Итак, вытягивание одной-двух ступеней из теней не приводит к появлению шумов, хотя их наличие при усилении 400% более заметно. Три-четыре ступени без искусственного усиления – это уже незначительный шум в темных и светлых участках кадра, что вполне приемлемо, а вот при искусственном усилении шумов становится значительно больше. Вытягивание пяти ступеней из теней уже приводит к проявлению крупного цветного шума даже без системы усиления, а при усилении 240% картинка совсем неприемлема. А вот в светах система усиления проявляет себя уже более занятно. Пересвет в одну ступень можно вытянуть без проблем при любом усилении. Однако при внимательном анализе можно увидеть, что чем больше усиления, тем больше сохраняется полутонов. Вытягивание двух ступеней в светах без усиления уже приводит к заметной потере полутонов. При усилении такой потери уже незаметно. Три ступени в светах без усиления уже вытянуть нормально не получится. Большее количество цветов теряется. При усилении 200% картинка выглядит лучше, а при 400% почти идеально. Вытягивание четырех ступеней без усиления неприменимо. Усиление 200% также показывает значительные потери, а вот при 400% лишь незначительная потеря полутонов. Пять ступеней в светах ни в одном режиме не дают качественную картинку. Тем не менее, чем больше усиления, тем больше получается спасти деталей. Таким образом, камера обладает максимальным запасом в тенях без применения искусственного усиления. А вот при усилении 400% запас в светах уже достигает невероятных четырех ступеней. Это невероятный действительно запас для APS-C камеры. Однако, следует отметить, что все же это программная штука. Фактически, картинка, снятая при усилении 200%, это картинка, недоэкспонированная на одну ступень, и потом уже программно, внутрикамерно вытянута на одну ступень. На мой взгляд, лучше не использовать искусственное усиление динамического диапазона, а контролировать все вручную. То есть, если вы понимаете, что вы хотите сохранить больше деталей в светах, вы просто недоэкспонируете картинку на одну ступень или две ступени. Это фактически будет соответствовать искусственному усилению 200% или 400%. Только после съемки вам придется вручную проявить картинку в RAW-конвертере. Но это будет контролируемый результат, это будет тот результат, к которому мы привыкли. Ну а если откинуть все эти программные штуки, то мы получаем чистыми запасы у XS10 в тенях четыре ступени, в светах две ступени, что на самом деле очень и очень неплохой результат. Продолжаем тестировать дальше. Сейчас мы будем тестировать автофокус, скорость работы автофокуса следящего и серийную съемку. Сейчас здесь стоит 8 кадров в секунду. Модель мы сейчас попросим крутиться-вертеться. Интересно, как эта камера будет ловить ее лицо, когда модель будет то отворачиваться, то поворачиваться к камере. Мы сейчас сделали несколько дублей, модель у нас вертелась, крутилась. Автофокус камера не потеряла ни разу, ну насколько я могу исследовать по экрану камеры. Единственный момент, когда модель отворачивается, камера не понимает, где находится лицо, и приходится выбранной зоной, на которую будет больше всего обращаться внимание, сразу ставить ее примерно на уровень головы. Когда модель повернулась, то камера сразу схватила ее личико, глаз. То есть, ну, в целом, мне кажется, результат отличный. Сейчас мы продолжим снимать со скоростью 8 кадров в секунду. Я буду оставаться на месте, а модель будет двигаться на меня. И опять же проверим, как будет вести себя автофокус в таких условиях. Камера ни разу не потеряла фокус лица модели. Ну, единственное, что стоит отметить, очень маленький буфер, всего 18 кадров, поэтому, ну, супердлинную серию сделать, к сожалению, не выйдет. Как заявляет производитель, скорость серийной съемки с механическим затвором у этой малышки 8 кадров в секунду. Это меньше, чем у флагмана XT4. А вот с электронным затвором это уже целых 30 кадров в секунду. В процессе тестирования я так и не смог получить заявленные 8 кадров. Причем я тестировал, как с отключенным матричным стабилизатором, это влияет в некоторых камерах, это влияет на скорость серийной съемки. Также я тестировал при различных сохранениях, либо RAW, либо RAW плюс JPEG, либо только JPEG. Скорость все та же, она остается на уровне 7 кадров в секунду. А вот что меня не порадовало, так это объем буфера. При работе в RAW, либо RAW плюс JPEG он составляет всего 17-18 кадров. Это, надо сказать, довольно мало. А вот при работе в JPEG у меня получилось 243 кадра, при том, что сам производитель заявляет всего 105 кадров. Надо сказать, что скорость серийной съемки 7 кадров в секунду, это довольно неплохо. Для такого уровня камеры, для большинства сценариев работы, это вполне достаточно. Ну что, сейчас мы протестируем, как работает стабилизатор. Сейчас, ну, условия освещения уже такие, ну, не идеальные, мягко скажем. Я буду снимать на широкий объектив. Диафрагма сейчас у меня здесь 2,8. Начнем с 1,4 секунды и будем постепенно двигаться, удлиняя выдержку, до тех пор, пока не увидим, что срок уже действительно получается смаз. Настройку я сейчас меняю каждый раз на одну ступень. Если за стандартную выдержку, да, минимально короткую, так скажем, мы будем воспринимать одну сроковую секунду, что для кроп-камер, ну, примерно так и есть, в эквиваленте 18 миллиметрам, то стаб выдерживает 5 ступеней. То есть мы сейчас дошли до 1,3 секунды, при которой смаз, он, конечно же, есть, но, ну, в принципе, и можно пренебречь. Он позволяет получить достаточно приемлемый результат. А вот если мы удлиняем выдержку дальше, то да, стабилизация в камере уже не справляется, и картинка получается смазанной. Но все-таки это достаточно хороший показатель. Стабилизация здесь не такая же, как в X-T4, и об этом свидетельствуют официальные цифры. Как заявляет производитель, X-T4 способна компенсировать до 6,5 ступеней, а система стабилизации, которая установлена здесь, только 6 ступеней. Также производитель говорит о том, что сама конструкция системы стабилизации сократилась по размеру на 30% и по весу также. Если вы подключаете сюда объектив с оптической стабилизацией, вот, например, такой 18-55mm f2.8-4, то эти две системы работают одновременно. Мы протестировали эффективность стабилизации с объективчиком 50 мм f2, который не оснащен оптической стабилизацией. И вот на этом объективе 18-55mm f2, который оснащен оптической стабилизацией. У нас получился следующий график. По сравнительному графику видно, что какого-либо преимущества при использовании объектива с оптической стабилизацией нет. Тем не менее, мы здесь видим абсолютно твердый запас в виде 5 стопов. Экспериментировать можно, конечно, и дальше, удлиняя значение выдержки, но на самом деле лучше достать штатив и установить на него камеру. Либо если вы снимаете динамичный сюжет, то тогда увеличить значение ISO. Как раз в следующем разделе мы поговорим о том, как Fujifilm XS10 ведет себя на высоких значениях ISO. Теперь настало время протестировать, как эта камера ведет себя на разных ISO, на увеличенных ISO. Я думаю, смысла нет снимать на ISO 200 и 400. Это, в принципе, сейчас вообще абсолютно стандарт, на котором разницы какой-то мы не видим. Поэтому начинаем снимать сразу с ISO 800. Сцена, с которой мы будем работать, содержит и яркие такие освещенные участки, и мелкую фактуру. И у нас есть такое достаточно проваленное небо. Делаем мы это все для того, чтобы посмотреть, как на увеличение ISO будет влиять светопередача, ну и, конечно же, передача мелких деталей. Ну, ISO 51200 сразу видно, что не рабочая от слова совсем. Пропала вообще, вообще всякая мелкая фактура. Картинка напоминает больше такой акварельный рисунок, нежели фотографию. На мой взгляд, изменение прям радикальное. Начинается с ISO 6400, да, и далее уже падение качества сильно заметно. Традиционно для наших обзоров я провел синтетический тест матрицы и сравнил ее с XT4. И данные, которые я получил, дают мне право утверждать, что здесь установлена абсолютно идентичная матрица, что на самом деле очень круто. Также я сравнил эту матрицу с матрицей Nikon Z50, и смотрите, что у меня получилось. Здесь мы можем наблюдать практически одинаковое поведение до значения 3200, а уже выше XS10 показывает незначительное преимущество перед своим оппонентом. Ну что ж, в целом могу сказать, что результаты действительно радуют. Давайте теперь посмотрим на реальную картинку, тестировать будем шумность на мишене Data Color. Первый заметный цифровой шум появляется на ISO 400-500. Это монотонный шум, который не влияет на детализацию. Заметное увеличение зерна происходит на ISO 1600-2000. Появляется цветной шум, но это все еще рабочие значения, и рабочими они остаются приблизительно до ISO 6400. На 6400 наблюдается скачок в шумах. Цветной шум становится более крупным и влияет на детализацию. Он заметен как на светлых, так и на темных участках кадра. ISO 12800 не подойдет для крупноформатной печати, однако для публикации в сети это вполне пригодное качество. Значения выше не применимы на практике. Ну что, подводя итог, можно сказать, что малышка XS10 обладает вполне неплохим рабочим диапазоном ISO. То есть для фото это 6400, для видео это также 6400. Но при условии съемки в V-Log на практике мы можем использовать даже 10 тысяч. В комплекте с XS10 отсутствует зарядное устройство. Собственно, так же это было с X-State 4. Здесь в комплекте только USB кабель, USB Type-C, который подключается к камере и заряжает внутри нее батарею. Подключать этот кабель можно, конечно, и к компьютеру, но лучше все-таки к специализированному зарядному устройству. Его можно использовать, допустим, от смартфона. И следует отметить, что для зарядки лучше всего использовать тот кабель, который идет в комплекте. Потому что кабель от смартфона, он заряжает достаточно дольше, намного дольше. При использовании фирменного кабеля зарядка занимает порядка двух часов. Говоря о ресурсе батареи, производитель заявляет 325 кадров на одном заряде. Этот проверить довольно сложно, особенно когда используется серийная съемка. И я уж не говорю о таймлапсе, там вообще количество кадров зашкаливает. А вот в режиме видео проверить ресурс батареи уже значительно проще. Как заявляет сам производитель, на одном ресурсе камера способна записать 55 минут. Это 4К видео 30 кадров в секунду без детекции лиц в кадре. На практике я смог получить почти 60 минут. Это было 4К видео 24 кадра в секунду, но с детекцией лиц в кадре. Что в целом полностью подтверждает заявленные цифры производителя. Тест ресурса батареи фактически стал тестом перегрева. Камера смогла записать 60 минут 4К видео 200 мегабит. F-Log. И не перегрелась, не отключилась. Приблизительно через 38 минут записи. Появляется значок на экране о том, что камера нагрелась, матрица нагрелась. На 43 минуте появился значок о том, что ресурс батареи практически исчерпан. А через 15 минут камера отключилась от разряда батареи. Второй батарейки у меня не было. XS10 не умеет питаться от USB. Поэтому фактически протестировать, есть ли такой момент отключения, отключается ли вообще камера от перегрева, я не смог. Но 60 минут это вполне реальные цифры. Никаких отключений, никаких перегревов. Все хорошо. Микрофонный вход под отдельной заглушкой, надо сказать, это очень удобно. Но вот что неудобно, так это отсутствие выхода на наушники. То есть мониторинг доступен. Но для этого нужно применить вот такой вот переходничок. Он идет в комплекте, но следует учитывать, что если вы собираетесь подключить камеру к стедикаму, то мониторинг вам уже будет недоступен. Но есть выход. Радиопетлички, как, например, сейчас на мне Saramonic Blink 500 Pro, то приемник, который устанавливается в горячий башмак, он имеет выход на наушники. То есть в этом случае мониторинг будет доступен. Максимальное качество, которое доступно в XS10, это 4K 30 кадров в секунду. В процессе теста я получил битрейт порядка 205 мегабит в секунду. Есть замедленный режим Full HD 240 кадров в секунду, который дает нам фактически замедление 10 крат. В камере есть F-Log, он доступен для записи на карту памяти. Дополнительно есть ассистент, который показывает нам привычные глазу цвета. Это на самом деле очень удобно. Во время съемки позволяет более правильно ориентироваться на то, что происходит в кадре. Во время видеосъемки можно использовать все режимы моделирования пленки, включая кинопленку Eterno Bleach Bypass. Запись 10B с световой субдискретизацией 4.2.2 здесь недоступна на карту памяти, в отличие того, как это было в X-T4. Здесь это возможно только на внешний рекордер. Также следует отметить наличие выдержки, как и у всех камер Fuji. Наличие выдержки 1.48 и 1.96. Это позволяет нам установить правильную выдержку при съемке со скоростью кадров 24 кадра в секунду. Во время съемки видео работает определение лиц и глаз. Здесь никаких ограничений. Также работает хорошая матричная стабилизация. Дополнительно к ней можно включить электронную стабилизацию и усиленную электронную стабилизацию. Но следует отметить, что эти режимы электронной стабилизации, они кропят кадр. Поэтому лучше все-таки использовать электронный стадикам и совместно с матричной стабилизацией. И то, даже иногда можно и матричную стабилизацию отключить, чтобы получить максимально плавный кадр. Роллинг-шаттер незначительный. Это один из лучших показателей для APS-C камер, которые я видел. Также я проверил задержку передачи видеосигнала на экран камеры. Самая длительная задержка происходит в режиме записи видео. Это 0,09 секунды. В режиме видео без записи 0,06 секунды. А в режиме фото всего 0,03 секунды. Надо сказать, что это просто великолепный показатель у большинства камер. Речь идет о 0,10 секунды, особенно если мы говорим о видеорежиме. Так что здесь все круто. Ну что, сейчас мы пришли в студию. И, как вы видите на камере Fujifilm, одет объектив от Canon T7200. И работает он через переходник Fringer. Вообще, на самом деле, очень удобная штука. Особенно тогда, когда вы хотите немножечко сменить систему, но не хотите обрастать новыми линзами. Вот этот переходничок позволяет использовать все, вообще все функции объективов Canon. То есть, здесь и автофокус есть, и причем следящий автофокус. И по глазам, то есть, электроника камеры отрабатывает практически, ну, так же, да, как со своими родными объективами. Из особенностей, что стоит отметить, здесь еще есть ручное управление диафрагмой. Здесь есть отдельный режим автоматической диафрагмы, когда вы управляете ею через камеру. И отдельно вы можете вращать кольцо и выбирать ту диафрагму, которую вам нужно. Ну, тут кто к чему привык. Первые кадры сейчас у меня сделаны с одним источником света. Это стрипбокс, который находится, как вы видите, на линии прям с моделью. И направлен чуть-чуть больше на камеру. Он создает такой, ну, интересный, красивый рисунок на модели. Но свет может казаться весьма контрастным и подходить не для всех ситуаций. То есть, у нас сейчас девочка такая, она более миленькая, да, ей контрастное и, ну, действительно, контрастное, слишком драматичное освещение не подходит. Поэтому мы его будем сейчас смягчать, используя второй прибор. Сейчас я включаю второй прибор. Это у нас октобокс 150 сантиметров. И направлен он тоже, смотрите, сейчас не на модель, он направлен скользь. Такая его постановка позволит растушевать уже тот свет, который есть. И снять лишний контраст. Что хочется отметить? Ну, как бы, все работает, все работает достойно, но не так быстро, как это происходит с оригинальными линзами Fuji. Сейчас сделаем картинку еще чуть менее контрастной, более светлой, что позволит модели сильнее менять угол уличика, да, направляя его и в камеру, и в любые стороны, другие. Для этого я сделал исполняющий свет помощнее, примерно полступени. И немного направлю, даже у нас сейчас он был от нее направлен, направлен, ну, как-то параллельно. Тестовый кадр. Да, сейчас картинка уже стала более мягче. Контраст ушел, даже немножко. Я сейчас перекрою диафрагму, я до этого снимал на диафрагме 5,6. Чуть-чуть закроемся, мне кажется, слишком интенсивный рисующий свет. И опять же добавлю, ну, еще давайте на полступеньки заполнение, чтобы картинка была совсем такой мягкой и было ощущение, как будто мы снимаем с окошком. И сейчас мы от драматичной картинки перейдем в чуть такой более светлый, наверное, даже более нейтральный. Изменилось у меня освещение, у меня по-прежнему в качестве рисующего света выступает стрипбокс, который создает основной свет на модели. А вот большим октой я сейчас отрисовываю, делаю на теневой стороне модели рефлекс. А чтобы теневая сторона была больше выражена, слева от модели, ну, справа от нас, находится черный флаг, который как раз-таки, ну, и делает тень более выраженной, более контрастной. Еще одна важная особенность – синхронизация со вспышками в этой камере 1,080 секунды, не 1,02 и даже не 1,250, как, ну, принято у кроп-камер. С учетом кроп-фактора снимать на объектив 70-200, ну, затея такая не самая удобная, вернее, не во всех условиях. Сейчас у меня модель просто физически даже не влезает в объектив, да, в фокусное расстояние, поэтому я буду использовать другой объектив, это 17-40. Почему я решил выбрать его? 17-40, ну, это широкоугольная линза, я думаю, все про нее знают, все про нее слышали. Но она обладает таким, на мой взгляд, очень интересным искажением, которое даже с учетом кроп-фактора, да, и переводит, ну, там, где-то 60 миллиметров, если мы будем брать с ракет, даст действительно интересные и необычные искажения, с которыми можно и нужно работать. Ну что, мы снова меняем нашу локацию и наш сетап по освещению, чем он интересен. Справа у нас приборчик, на который надеты соты, и мы светим непосредственно в дискобол, который дает отражение на фон, да, вот это вот интересное. Два дискобола мы используем для того, чтобы у нас появилась какая-то связь, случилась некая композиция. И еще один интересный момент, у нас снят диффьюзер с большого октобокса. Это делает картинку чуть более контрастной и чуть более жесткой, потому что прямой свет от лампы не так сильно рассеивается, и у нас случается более акцентированное пятно света. С очень одной неприятной штукой столько что столкнулся. Я через этот переходник все-таки, ну, не отрабатывается диафрагма. То она отрабатывает, как мне и нужно, да, на 5,6, то переходник, видимо, не успевает передать информацию и снимается на диафрагме 4. И вот эти перепады по освещенности, конечно, не самая лучшая вещь, что может быть в студийной фотографии. Сейчас я использую 17 миллиметров, что в эквиваленте где-то около 24, наверное, да, получается. И я использую искажения для того, чтобы и так в такие утрированные формы сделать еще более интересными и выразительными. Ну что, наша следующая сцена, она будет выглядеть вообще очень интересно и будет сильно отличаться от того, что мы делали ранее. В чем вообще прикол? Один из наших приборов, который находится слева сейчас, это Profoto B10+. На него надета OCF-насадка шторки и на эти шторки надет еще цветной фильтр. Плюс вообще очень удобная штука, джобби, штатив гибкий. Он позволяет устанавливать прибор как вам удобно. Цвет рисующий у меня сейчас через стрип, но со стрипа я снял диффьюзер для того, чтобы у меня тоже внизу появились достаточно острые, интересные блики. И основная часть сцены, фон, в данном случае у меня закрыт флагом для того, чтобы у меня вот этот вот синий цвет прорабатывался. Если я уберу этот флаг, то эффект будет практически невидим. Кстати, недавно мы делали, относительно недавно мы делали классный и очень интересный обзор насадок OCF второй версии и цветных фильтров. Обязательно посмотрите, он вышел прям круто. Сейчас мы использовали такой прием съемки, как смешанный свет. Выдержка у меня сейчас стояла достаточно длинная, порядка где-то половины секунды. После того, как я нажимал кнопку спуска, я ввел камерой. И смотрите, какой интересный эффект получается. Итак, наш тест подошел к концу. Делись впечатлениями про камеру. Что хочется отметить сразу, мне очень понравился хват. Вообще, на самом деле, размер камеры очень удобный. Эргономика тоже, на мой взгляд, привычная. То есть, при переходе с другой какой-то системы на Fujifilm, особенно вот на вот эту модельку, я думаю, что проблем никаких с освоением эргономики не возникнет. Мне показалось, что видоискатель достаточно маленький. По нему сложно визировать картинку. Что касается работы с переходником, тоже мы сегодня вот снимали в студии с каноновскими объективами. Он ведет себя, с одной стороны, как бы заявлено, что должно быть все здорово, но, честно говоря, чувствуется притормаживание. Некоторые, особенно в условиях недостаточного освещения, фокусируется камера медленно и промахивается. Да, оба объектива USM. Да, это все L-ки. Они как бы шустрые, быстрые и резкие и так далее. Но с переходничком возникли, конечно, небольшие проблемы. Но, опять же, в принципе, это другая компания. И ожидать чего-то сверхъестественного, конечно же, сложно. Что касается динамического диапазона этой камеры. В целом, выглядит картинка достаточно приятная и натуральная при обработке. Но, как мне показалось, запаса по светам недостаточно. То есть, хотелось бы, чтобы еще немножечко это все дело проработали. И, ну, странный момент, что выдержка синхронизации в студии 1,180 секунды, а стандартные ISO это 160. То есть, по сути, если вы будете снимать в достаточно ярком освещении при дневном свете в студии, используя импульсные приборы, вам придется работать с большой мощностью, потому что постоянный свет будет влиять сильнее на этих настройках. Ну, из положительных, да, это выведенные режимчики. Это очень удобно. Пленочные пресеты. Тоже они выглядят интересно, выглядят здорово. Не нужно заморачиваться с обработкой. В целом, все. Я скажу, да, соглашусь абсолютно, что хват здесь безумно удобный. Это компактная маленькая камера, но хват у нее, как у взрослой камеры. То есть, даже та же X-T4, которая флагманская, не обладает таким хватом, и с ней работать не настолько удобно, как с этой малышкой. Хороший диапазон ISO рабочих. То есть, это там 3200 и 6400 можно вполне использовать. Стабилизатор матричный. Тоже это классно. У Fujifilm это редкость. Но вот что из минусов мне не понравилось. Во-первых, маленький буфер для серийной съемки. Всего 17-18 кадров. Это довольно так тяжело. Приходится снимать в JPEG. Отсутствие зарядки в комплекте для батарейки. Это, конечно, да. Заряжается... Ну, как компания Fujifilm предлагает заряжать камеру от компьютера. Сам ресурс батареи довольно маленький. То есть, долго на камере не проработаешь. На видео она быстро садится. И, что касается видео, мне не понравилось отсутствие выхода для наушников. Это тоже не очень удобно. Компания комплектует переходником USB Type-C. Но это все равно неудобно. Если мы подключаем к садикаму, то уже тогда следует попрощаться с мониторингом. Это неудобно на самом деле. Но видео, в принципе, крутое. F-Log на карту памяти. Вы видели качественные кадры. Все очень хорошо. В целом, камера, мне кажется... Ну, ее можно рекомендовать любому уровню фотографов. То есть, для профессионала это может стать камера как второй дополнительный инструмент, да. С которым можно там гулять. Ну, качество... Ну, для путешествий, возможно. Да, да, да. Для любителя, энтузиаста эта камера может быть, в принципе, даже основной. То есть, некоторые профессиональные задачи она прекрасно отрабатывает. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментах. И до новых встреч. Пока. Пока.